Это отстойка кучи натуры. И мы находимся в Стокгольме. Ну просто я в них влюбилась еще пару лет назад. Очень-очень классно, напиток приготовили ужасный и разочарованный. Мы, конечно, это все, мне кажется, не легальное дело, но у нас уже зашли. В общем, вот такая прикольная рабочая зона. Мы сняли самокат и вдвоем ездишь. Война экономит. Давайте приедем. Догоняй, бегом, бегом. Опасно, опасно. На кофейне усадьбу вывески с глобусом, которое вместо земного шара кофейное зерно. Джонсон, Джохан. Я не буду читать название, потому что я его не прочту правильно. Поехали. Сейчас нам тебя приютят снимать. Дай мне что-то снимать. Я рад вам понят strikes, я llegу к еду. Вау! Хочется съесть все сразу. А больше всего меня привлекает сразу эта полка, где продаются кофе и аксессуары. Chemex, Uono, Pull Rover. Класс! Ну, сейчас будем раздеваться, тут так тепло. Здесь прикольные, очень прикольные места, оформленные подоконники под место для отпуска подушки есть и такие прикольные разноцветные ковры, но на таком шведском стиле. Мы когда-то давно видели эти упаковочки в кофе находили их сайт и очень заинтересовались этим брендом. А сегодня мы чисто случайно пошли в эту кофейню снять капючиноту и попали на этого обжарщика. Эта кофейня жарит именно этот кофе. Здесь упаковки, ну просто я в них влюбилась еще пару лет назад. Вы смотрите на этот креатив. Вы смотрите на этот. Или жираф вазон. Ааа, помимо этого она такая приятная, она очень просто. Это кофе маст хелл. В каждой коллекции кофемана должен быть. И есть еще птичка арбуз. На самом деле очень много креативных и мы, когда открывали кофейню в Польше, заходили тоже в кофейню третьей волны. И кофе Стокгольма, кстати, в Варшаве представлены. У них тоже есть упаковочки. Здесь для удобства столик можно крутить. Вот типа вот так. Мой кофе. А сейчас это Артема кофе. А сейчас это мой кофе. А сейчас это вот еще можно стопчик поставить. В общем, прикольный очень столик. Вот мой капючино. Здесь нарисован лебедь. Ну, короче, он ужасно приготовлен. На самом деле я рассчитываю, что это кофе не будет не просто идеальная пенка. А здесь пенка отдельно от напитка, то есть это не целостная структура напитка. Ну и плюс. Ну, типа чашка немножко разлита и грязная очень. Какая-то антисанитария на самом деле. Все очень-очень классно. напиток приготовили ужасный и разочарован. Ну, вообще, сейчас буду пробовать. Может, на вкус он замечательный. Пахнет очень вкусно. Само зерно вкусно, но выварено не идеально. Немножко есть вкус томата. Не знаю, почему. Темно овощи томаты. Как томатная паста. Аромат перегрето. Перегрето молоко. Может, из-за этого и не получилось нарисовать что-то красивенькое. Сколько капючино у нас затянуло? Четыре и три евро. Четыре и три? Четыре евро и три цента? Да. Показательность у него грязная. Не обижать его. Не обижать его. Не обижать его. Может, у него настроения не было у Бористо сегодня. Ну, в общем, капючино стоит четыре евро и три цента. Четыре евро и тридцать цента. Карлыч капучино стоит. Капучино стоит четыре евро и тридцать цента. Только сам напиток, но он небольшой. Наверное, сто восемьдесят пять миллилитров. Да грустно. А покажите, какой вам приятный. Покажите ваше капучино. Знакомьтесь с того, Валера. Очень горячий. Вот проблема. Очень горячий. Он реально чашку нельзя рукой держать. Температура молока должна быть 60-70 градусов. Я беру, кстати, протон. Да? А в Герке? А в Герке? Ну, это и по-корсски. Ну, это и по-корсски. Ну, это и по-корсски. Ну, это и по-корсски. И нормальный. Ух, надо. Короче, получился нормальный и только у Игоря. Но все равно немножко горячий. То есть температура должна быть от 60 до 70 молока. Да, идеально 64. Ну, понятно, что не все мы идеальны, поэтому до 70 возможно. Но это кипяток. Ну, реально здесь градусов под 90, наверное. Тяжело в руке держать. Таня, не бывает. Так молоком не будем, конечно. На нем пенка будет сверху. Хорошо. Но тут градусов намного больше, чем на 70. Хорошо. Все, давай дальше. В конце кофе-не очень-очень хорошее. Классный интерьер. Очень большой выбор кофе и всех кофейных гаджетов и аксессуаров. Ну, сам кофе вкусный, кофейное зерно вкусное. Ну, приготовлено так, на четверочку, может, на половину-пятерочку заготовить. Само кофейное зерно с Никарагуа, и когда я спросила, почему такой странный привкус, что это такое, на буклетике мы потом прочитали, что это крыжовник. И пообщались с Бористо, и Бористо сказал, что крыжовник дает вот такой вкус, что мне было это похоже на томат, потому что для них это особенный вкус, потому что у них в Швеции крыжовника нету, поэтому это как для нас кофе со вкусом манго. Они мне очень нравятся, и они готовят на этом вот все напитки. Здесь продается фильтр пакетов Кемиксу в таком формате, и вот в таком формате вообще. Я еще не видела у нас таких очень прикольных, как будто коробка конфет. Даже на подарок вообще, котироваться очень. Сколько их тут штук? А, сто штук. Здесь всего лишь их сто штук. Ну, коробочка просто. Здесь дальше, оказывается, есть еще обучающий центр. Сейчас пойдем посмотрим. Вау. А еще есть такая локация с диванчиками. Здесь кресло-диван. И вот еще барная стойка, и такие кресла очень прикольные. То есть здесь вообще вип-зона, где можно с компанией единицы никак не мешать, и обсудить какие-то свои деловую встречи, у них уже какие-то нюансы. А вот еще высокая есть. А здесь такие очень забавные разноцветные люстры. Зеленая, белая и красная. Вообще все шведы почему-то любят такой теплый, приглашенный, желтый цвет везде. В аренде квартир, такой свет в магазинах, в супермаркетах, в бутиках, в кофейниках, в ресторанах. Везде приглашенный теплый, желтый цвет. А вот какой-то копий, да? Копийца. Здесь можно что-то напечатать. А здесь в кофейни находится рабочая зона, вы можете прийти с ноутбуком, чтобы можно было поработать, распечатать, сканировать что-то. И у единицы есть компьютеры, на которых это все можно сделать. Вот даже лампа есть, которая включается, интересно. О, они известны. Ну, в общем, она как-то там включается. Ну, в общем, вот такая зона есть, с которой можно просто сесть за компьютер и хорошо провести время. В общем, вот такая прикольная рабочая зона. Туалет. А? Затем туалет. Ничего, не затемнен туалет. Туалет обычный. Там есть душ, есть ничего необычного. Обычный туалет. Ну, такой себе обычный туалет с душами. Ну, кстати, учитывая, что в поездах у них тоже есть душ, где можно помыться, то это привычная ситуация для следов. Пошли вниз направо. Так, здесь выход на улицу. Это, я как понимаю, упаковки от кофе. Картонные. А вот здесь обучающий центр у них. Кстати. Ну, это я потом скажу. Мы куда-то нелегально пробрались. Мне кажется, сюда нельзя заходить. Ну, в общем, здесь, я так понимаю, что готовили ютуб уже, когда-то, а локации просто даже сфоткались. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, да будет свет. Вот здесь, я так понимаю, что проводят обучение. Вот. Вот здесь проводят обучение. Есть доска графическая. Есть... Здесь есть доска, которую можно рисовать, что это при кофейной зерна. Есть проектор. Вот. Направлен на полотно. Чашки. Ну, и все, что нужно, в принципе, для обучения, это стол, да, и информация. Прикольно. Но вот здесь в подвале они обучаются кофейной культуре. А там еще что-то есть, да что ж такое? Это уже не будем делать, Леша. Понятно, там, конечно, разумеется. Не знаю. Мы, конечно, это все, мне кажется, не горюк делаем, но раз уж и зашли. Вот здесь тоже обучающийся. Студья, столы, чашки, водичка. Ну, в общем, вот так. Здесь, короче, очень много потайных помещений, в которые, наверное, нельзя заходить, когда надо быстро выходить. Тихо-тихо-тихо. Ну, туда вы можете зайти, если заплатите 4,5 тысячи кром за обучение. А это, если 30 в доллары, Много. Много. Мы заканчиваем свой видео взрыв. Это был Капучино Тур. И сегодня мы побывали в одной из, наверное, старейших кофейн Стокгольма, потому что ей уже 15 лет. 15 лет работает эта кофейня с 2004 года. На минуточку. И у них 4 таких кофейни в Стокгольме. Поэтому, если будете в Швеции, а именно в Стокгольме, обязательно посетите на фика. Фика. Можно почитать в интернете, что это такое. Это кофейное настроение у шведов.